Важное примечание, что между пятым и шестым эпизодом прошло десять лет. Там это говорят, но как-то непонятно. Десять лет. Это сделали монтаж. Да. Потому, что тут у королевы трое детей уже, и у Нюрки-то уже третий народился, которого назвали Жофреем. Жофрей, да. Цинично муж назвал, не спросив у нее разрешения, чем она была недовольна, но деваться уже некуда. Ты не думал порадитись зі мною, перш ніж називати моє дитя? Это наше дитя, может ли это не? Только один из нас цикает кровью. Я имею право слово в отношениях нашей семьи. Последним временем ты не меня зацікавленный. А там как, они ж первых назвали по-валерийски, а третьим все-таки решили за каким-то хером местные вестерозские имени дать, хотя и Куралесовы, и Таргаляны, они же валерийцы. Зачем им этот Жофрей, почему – неясно. Ну, в общем, сделали Жофрея. Там какой-то попался полукровка-родственник из местных, из говнюков, из завоеванных. И, по-моему, он был Жофрей, то ли дед у этого был. Я не помню сейчас. Ну, в целом странно. Это как если бы в мусульманской семье родившегося ребенка вместо Магомеда назвали бы Иоанном. Это как-то, я не знаю. Так получилось. Такой твист. What a twist. Да. На самом-то деле назвала-то его Жофреем сама Нюрка, потому что она-то знает, кто папа. Вовсе не пидорог. Ну, опять же, черный, белый. Она-то догадывается что-то. Что-то она в этом понимает. И назвала, чтобы своего сокончника как-то причастным, хоть отчести сделать. Да. Потому что она-то его любит, в отличие от этого вот, который по расчету. Она же там по книжке упиралась ногами и кричала, что не пойду за гомосека, что я с ним делать буду. Дрянь такая. Опять же, в книжке говорят, что он до 15 раз ее естествовал. Аж. Ну, старался. Превозмогая омерзение. Да, старался, наверное. Ничего не вышло. Да. Ну, вот такая вот история. Ну, не вышло, не вышло. Продолжение следует...